Сегодня очень хорошее утро. Мы сидим тут на заднем дворе. Вот у нас вход в дом сзади. Мы сидим тут чай пьем и немножко кушаем. Это я ела. Я тоже тут хотела кушать. Сегодня у нас план такой. Попытаться сделать газон, засеять. Вчера днем изучал, как это делается. Потому что я об этом, в принципе, ничего не знал. Ну, посмотрел несколько видео. Надеюсь, получится. Сегодня попробуем. Посмотрим, что у нас там вырастет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это центральная церковь в одном из местных маленьких городков. Это такой маленький даунтаун в одного из местных городков. То есть мы живем как бы в пригороде Атланты. И вот это город называется Лоренцвилл. И вот это его центр. То есть на самом деле тут вообще практически ничего нет. Здесь люди живут как бы здесь, в пригороде. А ездят, работают в саму Атланты. А отсюда до Атланты примерно 45 минут везли из пробок. Пока я тут на улице, пока тут тенек, мы вывезли Тимошу подышать свежим воздухом. Он тут сейчас спит. У меня есть вот такая очень-очень старая газонокосилка. Но она до последнего времени работала надежно и хорошо. Но тут в прошлый раз я ей косил очень высокую траву на заднем дворе. И что-то ей сильно не понравилось. И она заглохла. Я ее не мог завести. В общем, не знаю, что произошло. Но вот сейчас попробуем ее опять завести. И посмотрим, если получится. Если нет, то будет плохо. Я думаю, что эта свеча оказалась залита. Когда я тут что-то делал, чистил лопасти, перевернул ее в прошлый раз. И вот она потом глухнет стала. Думаю, из-за этого. Сейчас проверим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Теперь я хочу с помощью вот этих граблей чуть-чуть разрыхлить, чтобы здесь ну хоть как-то семя могло лечь. То есть я сейчас буду просто вот скоблить это и посмотрим, как это получится у нас. Наш холод будет лень. Теперь следующий этап будет просто раскидывание семян. Теперь я посыплю вот такой штукой. Я ее купил в основном, хотя тут она как бы микс. То есть тут и mulch, и seeds, и fertilizer. Но тут очень много вот этого mulch. Поэтому я его купил в принципе для того, чтобы посыпать этот mulch. Выглядит вот так. Надеюсь, вам видно. Даже не знаю, на что это похоже. Как хрисинный какой-то яд. Или как... Ну не знаю. Вот сами смотрите, как это выглядит. Оно для того, что вот сейчас я потом полью это все. И это, оно превратится как будто в слякоть такую. И оно поможет, чтобы эти семена не смывались никуда. Следующий этап. Чтобы трава росла лучше, это как бы пища какой-то травы. Поскольку у меня этого крутого удобрения не так много, буду использовать вот такую штуку, рассеиваю. Вот она, ну вроде как, должна более плавно рассеивать все. У нее здесь внизу такой вот вентилятор. И когда она едет, она его просто разбрасывает. Здесь вот такая ручка. Я ее могу нажимать, и тут открывается сопло. Сколько я хочу выкидывать. А предыдущие семена я раскидывал вручную. Потому что советуют вручную, что ты лучше чувствуешь, куда тебе надо больше и куда меньше. Поэтому сейчас вот насыпем сюда этого удобрения. и будем разбрызгивать, раскидывать. Следующий этап будет минералы. Последний шаг, это, ну предпоследний, перед тем, как буду поревать, это само удобрение. По-английски оно называется fertilizer. Удобрение для травы. 2% Они есть разные формулы. Тоже, как я смотрел на интернете, то мне в этом сезоне, ну сейчас, в это время, нужна такая. 29.05. Можно было бы делать 30.05. Честно сказать, я не до конца разобрался, что это. Ну, в общем, сказали, нужно такое, значит такое. Я думаю, какие-то ингредиенты, чего-то, чего-то в таком вот соотношении. В этом одобрении. Вот, у меня его два мешка, и сейчас и буду. Вообще, эта тележка, конечно, очень большая помощь. Вот у нее высыпал большой мешок, вот он полностью высыпался. И она лучше рассеивает. Ну, и катить ее, конечно же, проще, чем в руках мешок держать и как-то раскидывать. То есть для большого количества удобрений это очень-очень удобно. Ну, и вот теперь, как это все выглядит на земле. Вот это зелененькое, если вы видите, это все семена. А вот беленькие такие вот точечки. Видно вам или нет? Беленькие, синенькие, большие это удобрения. Вот это, я так понял, молча называется у них. И вот так. Субтитры сделал DimaTorzok